Ну привет ребятушечки мои, приветулечки всем кто ждал и соскучился, вот прошло много времени и мы опять вернулись, вас приветствует Викторович и я его комментатор Петрович, у нас все по старому, только вот кое-какие перестановки, кто лишь только присоединился и в непонятке, сейчас вы попали на канал, где Викторович собирает самодельную технику, но делает ее по вашим советам и комментарием, дабы вы, все кто смотрит и комментирует, тоже были конструкторами этой чудо техники. Кто еще не в курсе, меня зовут Петрович, я виртуальный комментатор, и чтобы вам было понятней, буду комментировать все что делает Викторович, я немного искажаю слова и разговариваю без эмоций, только это вовсе не важно, ведь у нас развлекательный контент, взрыв мозга я вам гарантирую, и так у нас есть незаконченный проект, так как прошло много времени, поэтому сейчас я расскажу, краткое содержание предыдущих серий. В этом проекте Викторович хочет собрать трицикл на электротяге из коляски мотоцикла для передвижения на малых расстояниях, на рыбалку, в магазин или на дискотеку. Основные принципы, все из доступных деталей без больших вложений, ну и чтобы на этой технике можно было передвигаться без каких-либо документов, я не в курсе где кто живет, но у нас пока транспортное средство на электротяге до 3 кВт не считается механическим, а регистрационные документы нужны только механическому транспортному средству. Была найдена люлька от коляски мотоцикла Иш Юпитер, на ней Викторович планировал установить педальный привод, благодаря которому можно будет помогать двигателю при нагрузке, а также можно будет доехать домой в случае поломки, или если разрядится аккумулятор. Из-за того, что коляска а ты же слабенькая по сравнению с тяжелым мотоциклом, то пришлось внутри сделать вот такой каркас, к которому будем крепить ходовую и все остальное. Так как на этом трицикле скорость планируется небольшая, то переднюю подвеску мы сделали упрощенную. Однорычажную, такая вполне пойдет, некоторые трициклы вообще делают без передних амортизаторов на жесткой передней оси. Передние колеса взяли от мотоцикла, так как велосипедные будут слабенькие для нашей сельской местности, а автомобильные будут тяжелые, а нам нужно, чтобы вес трицикла был минимальным. Вот бог послал колеса от мотоцикла в сход, пока поставили их для пробы, а там посмотрим. Сиденье можно было бы установить облегченное, но на разборочке нам попалось вот такое сиденечко. Оно конечно весит где-то 12 килограмм, но зато оно регулируемое, складное и быстросъемное. Прекрасно подошло, поэтому другие варианты Викторович уже и не рассматривал. Руль планируем поставить от мотоцикла, так как если будет педальный привод, то уже не будет возможности поставить педали газа тормоза и сцепления. Это все планируется на руле, так как у нас рубрика техника из металлолома, то поначалу мы решили ставить какой-то простой коллекторный электродвигатель, а трансмиссию сделать на основе двигателя от скутера, так как там уже почти все готово, задний тормоз, центробежное сцепление и вариаторный привод. Из всех имеющихся двигателей мы выбрали двигатель времен СССР, только он был не совсем мощный, но все же установили пока его для пробы. Спустя какое-то время Викторовичу пришла идея, эту всю трансмиссию установить на раму от скутера и посмотреть что у нас из этого получится. Вот так ребята, у нас и появился электромопед. Ну что, а мы продолжаем дальше, и как всегда, помчали. Итак, нам нужно определиться, какой электродвигатель сюда поставить, как я уже и говорил, купить готовый комплект для электровелосипеда и установить, это совсем не интересно и нам не подходит, у нас рубрика техника из хлама, все из домашних запчастей и из того что бог пошлет, бюджет того что покупаем не должен превысить 100 баксов. Вот прошло время ребята, и мы поняли что щеточные моторы, это все в прошлом. Сейчас нынче время настало, почти везде в электротранспорте используют бесколлекторные двигатели. У них много преимуществ. Они и надежнее, и малооборотные, им не нужны редукторы, они не сильно нагреваются, ну и они работают как генератор. Сейчас за небольшие деньги можно приобрести рабочий гироскутер в сборе с аккумулятором. Не рабочий, вообще могут подарить, этого добра сейчас в интернете валом за копейки. У нас в хламе где-то валялся поломанный гироскутер, у него моторы конечно не сильно мощные, по 350 ватт, а нам сюда нужен моторчик думаем 500 ватт и больше. Чтобы усложнить себе задание, Викторович решил соединить два двигателя вместе, но так как диаметр заднего колеса в 4 раза больше диаметра мотор колеса гироскутера, то Викторович решил сделать цепную передачу от этих моторов к колесу трицикла. Так как передние колеса у нас на 16, то нашли пока вот такое на 16 подуставшее колесо от явы старушки, заднюю звезду, барабан тормозных колодок и вот такой маятник для заднего колеса. Теперь у нас практически будет все готово, даже тормоз. Так как мы не знаем какое передаточное число нужно нам от моторов на колесо, чтобы нормально поехало, то придется экспериментировать из того что есть, пока попалась вот такая звезда, начнем с нее. Мы никого не учим как надо делать, мы просто показываем как делали мы, по-любому есть способы получше, Викторович захотел закрепить звездочку именно между двигателями. Так нагрузка будет одинакова на все подшипники, в отличие от того если закрепить ее сбоку между соединенными моторами. Прекрасно понимая что идеально сцентрировать двигатели без токарных работ на коленке вряд ли получится. Друзья, был прекрасный солнечный день, ничто не предвещало беды, как вдруг оказалось что у Викторовича не получается просверлить каленую звезду, чтобы закрепить ее болтами между моторами. Ни одно сверло из имеющихся не взяло ни миллиметра. Два часа Викторович придумывал как надежно в домашних условиях закрепить звезду, но ничего хорошего так и не придумал. Спустя еще два часа, с коляски было все снято, и была погружена в машину, чтобы утром сдать в металлолом. Но проснувшись утром, Викторович прогуглил, как просверлить каленый металл, и побежал к сверлильному станку. Ребята, 5 минут и 5 отверстий готовы. Так как цепь шире звезды, то пришлось сделать по бокам звездочки вот такие шайбы. Чтобы отцентрировать двигатели, подобрали две одинаковые в притирку втулки, вставили вовнутрь подшипников, поставили звезду с шайбами между двигателями, сцентрировав стержнем, зажали болтами. Чтобы проверить двигатели, подсоединили к контроллеру вот такую ручку газа от самоката. Для нормальной работы двух двигателей нужно два контроллера, это с одной стороны плохо, а с другой хорошо, так как если один контроллер сломается, доехать можно будет и на одном двигателе. Датчики холла пока не подключены, двигатель должен работать, но будет дергаться при запуске. Есть небольшое биение, но по правде сказать, Викторович ожидал, что будет гораздо хуже. Эх, если бы был у нас токарный станок. Взяли вот такие зажимы от гироскутера, и сделали крепление для двигателей. Ребятушки, я пока пойду покурю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ребята, нужно делать испытание, чтобы узнать или он вообще сдвинется с места, чтобы не зря дальше делать, у нас пока нету шины с камерой на задний обод, но все же нужно пробовать. Пока испытывать будем на одном двигателе, так как бог пока не дал для второго еще один контроллер. Ребята, у нас опять проблема, теща снова подвела, и не пришла на испытание, испытывать нужно с грузом, но ничего подходящего в гараже не попадается, вот Викторович еле донес наковальню, поставил еще два аккумулятора, ну и взял лопату и догрузил всякого хлама. Ну что, поедет или нет, как думаете? Без шины пробуксовывает, но вроде неплохо. Подложили резиновый коврик. Теща все же не подвела и пришла, опоздала так как шла в шлеме. Пора устанавливать амортизаторы, с задними проще, а передним нужно делать кронштейны для упора. Слава богу есть выбор, но только они все разные, придется поразбирать поиграться. Я считаю, что уже можно начинать делать рулевое управление, только вот скорее всего из-за руля и рулевой колонки, очень неудобно будет садиться, как всегда у Викторовича появилась идея, хоть это ему выйдет и труднее, сделать так чтобы руль откидывался вместе с крышкой. Мы купили вот такие педали вместе с звездочками, приложив их, настроение сразу упало. Дополнительный педальный привод это очень хорошо, тем более что у нас моторы без запаса мощности, но вы не поверите как это все будет сложно установить, ведь чтобы их крутить там совсем нету места, это нужно только резать крышку и расширять, причем только вверх. Проложить цепь чтобы не мешало, и соединить с задним колесом, да так чтобы еще там была обгонная муфта, да еще и переключались передачи, сейчас оказалось, что это из района фантастики. Ну посмотрим, только это ребята, уже совсем другая история, которую я надеюсь вы узнаете в следующей серии. Ждем ваши предложения или замечания в комментариях, ведь это наше общее дело. Если видео зачетное, с вас лайк, подписка, и хотя бы малюсенький комментарий. В принципе, я не знаю вообще зачем я это говорю, скорее всего никто не досмотрел даже и до середины. Ну а кто все же досмотрел до конца, благодарочка. Но на этом пока все, до скорой встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok